Купила в магазине сладкий перец вот такой вот длинненький так сладкий перец этот сорта тип капья у него длинные тонкие плоды сильным ароматом и отличным вкусом этот сорта тип иногда называют паприка сорта которые более менее популярны и называются слоновое ухо и каптур каптур значит ранний менее светолюбивый сорт можно значит его садить осенью и выращивать возможно дома так слоновое ухо устойчив к внешним факторам среды устойчив к вирусам табачной мозаики обладают свойством к регенерации после стресса от засухи града ветра средняя масса плода 60 100 грамм высота от 50 до метра рекомендую посадку 40 на 60 сантиметров срок созревания средне ранний 113 115 дней место высадки рекомендуют открытый грунт так по вкусу выражены сладость и сильный приятный аромат горечь отсутствует так огородная культура это перец сорта типа капья создана для некоторых видов кулинарных блюд подходит для консервации запекания в свежем виде салатах насыщенность соком и сахаром большая но этот вид перцев плохо хранится очень не подходит для длительного хранения у нас на севере выращивать через рассаду рассаду делать первых числа февраля чтобы высаживать уже где-то в цветущем состоянии перец любит подкормки и поливы не требует особого формирования куста но требует подвязки куста потому что плоды тяжелые так про гибриды немножко расскажу партека f1 гибрид перец для запекания блюдо закуски салаты бутерброды консервы и запеченного перца как он выглядит партека высокоурожайный скороспелый гибрид 70 80 дней после высадки в грунт компактная плоды конические 2 3 камерные длина 12 14 метров диаметр 6 сантиметров стенка 6 миллиметров еще такой гибрид популярный самандер f1 ультра скороспелый 60 70 дней для открытого грунта подходит можно под пленку под стекло вкус компактный мощный нужно подвязывать длина плода 16 19 сантиметров диаметр 5 6 сантиметров толщина стенки 5 миллиметров 160 190 грамм плотный так еще такие гибриды ls 1214 устойчивый гибрид пишут магус ранний 60 дней со дня высадки до полного положения сильно рослый в кусту в основном 10 перцев длина 15 18 сантиметров диаметр 6 сантиметров транспортабельный так следующий гибрид амаргидон и дементра в описании не делала тут сорта какие марконе ред фатима бурка марконе и вот желтоплодный горн производства украины ну вот так он в середине разрезе выглядит немножко семян у него семечки буду сейчас доставать а мякоть пойдет салатик вот такие перчики да пахнет вкусно очень похож внешне на острый ну вот рассказала про перец сладкий сорта тип копия немножко для меня конечно я уже встречала такое но как-то внимание не обращала вот тут купила решила семена взять и посадить для пробы как он у нас расти будет на следующий год посажу вот столько семян получилось у меня из трех стручков сейчас на вкус попробуем какие они да действительно сладкие очень вот на следующий год у меня будет посадка нового перца ну скорее всего что это гибриды потому что в магазинах в основном продают гибриды ну гибрид первого поколения следом расщепление будет немного но если конечно второго поколения может расщепление быть но надеюсь что по вкусу они будут такие же сладкие кабачок зебра вот этот вот разрежу попробую посмотрю семена там если нет и кабачок аэронавт это цукини они более нежные вот так внутри после так ноябрь октябрь сентябрь после трех месяцев хранения так выглядит кожура еще не задубела но буду все равно чистить ее очищать а здесь на зебре таки вообще даже так ищем еще нежнее чем варонавта так семена семена есть но после сушки видно будут будут потом полноценный или нет но отберу и здесь если будут и здесь сейчас разрежу кабачок не кабачок отцу кини буду оладьи делать сейчас перетеру серединку все вытащу так режется хорошо вот такая у него серединка мякоти меньше чем уранавта но семян больше вот так на разрезе после трех месяцев хранения сукини гибрид зебра но сорт на вина скорее всего гибрид или сорт вот так на разрезе после трех месяцев и орнафт такой на разрезе буду сейчас оладьи делать есть семена у них откидывать очистила кабачок вот получилось только столько семян все семена в основном располагались не верхней части а в нижней нигде крепится а вот здесь в этой части вот семена такие сейчас буду из зебры вытаскивать из аранавта вытащила здесь буду сейчас оладьи делать и рогу то тоже почищу добавлю сюда будут оладьи из кабачков и рогу вот свои семена получились выберу пустотелые отсортирую которые полненькие и которые чисто пустотелые вот они отличаются буду сушить оболосную немножко чисто водичка и сушить на печке при температуре не выше 40 градусов 45 крайне потому что выше уже у них как схожесть меньше уже будет теряться будет сложности вот такой результат меня получился из семян отобранных это зебра за одного кабачка тут еще надо неполновесные выбрать вот такие пустые при высыхании они еще тут отсеивается часть а так в основном тут отобраны нормальные ну часть будет откинута такие хорошие есть именно так и аранавт тоже также тоже есть пустые а есть хорошие семена это из одного из одного кабачка с одной штуки и это из одной штуки посадка будет на следующий год у меня так девесила насушила на этот год и сделала настойку так у меня настойка стоит в темном теплом месте отстряхиваю ее на водке и закрываю расторопшую семена почистила буду делать масло настаивать на кафемолке и перемелю часть конечно часть оставлю и растительным маслом залью кинул и будет масло разторопши крепление организма печени полезная штука так Продолжение следует... 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 Зимний Новодвинск Куда едем сейчас? Да, до Петровского, там доедем, у почты я возьмусь Потом остальное на обратном пути возьму Сейчас покушать возможно Улица Советов Вот она у нас с берега начинается От реки и пошла туда через Вестного Новодвинск Туда Едем по улице Фронтовой бригады Сейчас сворачиваем будем На улицу 50 лет Октября Едем по 50 лет Октября Улица Кто-то vive Сỏем С responsibilities Вступили Петли Презłe Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Свернули на улицу краснонавтов... Продолжение следует... Продолжение следует...